Смотри, я держу нижний ремешок, а ты тащи верхний ремешок. Только верхний ремешок. Так. Отлично. Так. Теперь вытаскивай отсюда. Бабушка прислала нам посылку. Та-да-да-да! Давайте, покажите, что это. А зеленая, что это? Зеленая пастила? Это натуральная пастила? О! А она покупная? Нет. Слушай, она сочек купила. Ты что-то делал? Сочек купила. Ого, как много, мамочки. И птица. Видимо, это яблочная, а зеленая тогда какая? Киви. Киви, пастила. Крыжовник. Пастила это то, что высушивается в духовке. А может, мы поедем? Ну, сначала мы поужинаем, а потом поедим прямо сейчас. Крыжова, это тоже такие фруктовые с орешками. Доставай. Это из сока. Черчалая, это из сока. О, боже. Саня таких не пробовал. О, боже. Во, какая посылка у нас. Чернослив и кураган. Папа ест. Дай ее попробую. Я могу выбрать этот. Скажи ему. Чтобы его полез. Кеша? Угу. А я его полезу. Давай после ужина дай. А может, а ты можешь еще взял? Сейчас. Мы не донесли тебе шаверму. Досталось. Они все разноцветные, похоже. Мне это досталось. Да. Только... Редактор субтитров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всем доброе утро. Я начинаю новый блог. Довольно неожиданно я его начинаю. Даже не собиралась начинать. Но раз такие интересные обстоятельства складываются, то я решила включить камеру. У меня не забилась машина около садика. И я ее там оставила. Папа поедет ее смотреть. Вот. А я не знала, как вообще сесть на маршрутку. И как за нее заплатить? Слава богу, у меня оказались наличные. Вот. Обычно у меня карточка. Я знаю, что там карточки какие-то принимают, какие-то нет. В общем, у меня очень плохо с общественным транспортом. Совершенно ничего в этом не понимаю. Написала подружке. Она мне скинула номера маршруток и автобуса. У нас на Парнас не все идет. Многое идет до просвещения или сразу же в Мегу. Вот. И я добралась на общественном транспорте. Может, кому-то это смешно. Но для меня это экзотика. Сейчас Даня будет очень счастлив. Если окажется, ну точнее уже точно окажется, что мы поедем на маршрутке. Даже если папа поедет, починит машину, он ее сюда не сможет привезти. Потому что он поедет на работу. Значит, моя машина останется у садика. И забирать Вику я поеду, скорее всего, с Даней на маршрутке. Даня очень хочет прокатиться на маршрутке. Последний раз он на ней прокатывался прошлой зимой. И для него это такая экзотика, о которой он мечтает. Он еще мечтает на трамвае и на троллейбусе. Но это вряд ли. У нас нет. Так что я бегу домой. Как сейчас сложится наш день, не очень понятно. У меня еще урок в середине дня. И все было рассчитано по минуточкам, чтобы на урок сбегать и в машинку прыгнуть и бежать за Викой. Вот садик все-таки должен быть около дома. Девочки, у кого дети еще не пошли в садик, это геморрой. Если что-то случится с транспортом, а ребенок далеко. Если еще и второй ребенок. Вот. Так что бегу я домой. Надеюсь, для вас это будет мотивация на то, чтобы не отчаиваться ни в какой ситуации. Буду я делать домашние дела. И что-то будем мы думать про машину. Как-то она странно сломалась. Все. Всем приятного просмотра. Это будет день приключений. Но надеюсь, что это будет день уборки тоже. Есть что поубирать еще. А еще у меня абсолютно водительское мышление. Я боюсь переходить дорогу по пешеходному переходу, если едет машина. Я делаю вид, что я не перехожу, чтобы ей не мешать. Я за рулем 19 лет. Мне в следующем году второй раз менять права. За эти 20 лет я только полгода не водила машину в одну беременность. Все остальное время я водила машину каждый день. Много часов. И в свои первые 10 лет за рулем я еще фиксовала. Причем по ночам. То есть я такой нормальный водитель. И у меня мозг вообще неправильный. То есть пешеходный переход я вообще не боюсь. Потому что понятно, что пока ты едешь, раздражаешь тех, кто хочет ехать. Ничего, мы справимся. На улице где-то плюс 5. И я пробежалась. Вообще прекрасно. По-питерски у меня очень холодно, потому что сижу с высокой. Влажность. Помимо того, что я без шапки, все остальное прекрасно. Я медленно не умею ходить. Только быстро, поэтому пробежечка такая получилась от маршрутки. Маршрутки вообще до дома наши. Ну, наверное, идет, может, пара маршруток. Я именно такой села. Если бы я ждала ту, которая идет до дома, это было бы долго. Я села на первую попавшуюся. Ой, девочки, может быть, вам это все не интересно. Но это какое-то приключение утреннее. Так необычно. Вообще, за рулем сидишь такой весь, чуфяк-чуфяком. А так-так, трин-трин, пробежечка. Ладно, все, приступаю к домашним делам. Даня меня встречает в жилеточке. Пока образовалась свободная минутка, я взглянула на лекарство и поняла, что очень много старых лекарств. Сейчас я все вытащу и расхламлю лекарство. Сто лет не пользовались полной портовой. Открытая мазь. И тут вот все прям достаю сейчас. И будем смотреть сегодня. Сколько получится у нас вытянут. Мне кажется, что много. Пепелочки, мне кажется, что еще в порядке. До марта 20-го. До марта 20-го. Синякот до февраля 21-го. Мурафен детский. О, Боже. До июля 18-го. Так. Так. Веферон. До 11-го. До 11-го. До 11-го. Веферон 11-го. Так. Дальше. Как мне сделать камеру, чтобы у вас что-то видно. Вот так. Ну, если я поставлю не селфи, я не буду видеть, что я снимаю. Вот это. С чего все началось. Я достала пульмикорд. Потому что огромная коробка занимает большую часть пулки. И он с 18-го года и годен до сентября 20-го. Дорогущий препарат, если знаете. Вот потребовалось совсем чуть-чуть, все остальное целое. Огромные эти блистеры. Может не блистеры, по-другому называется. В общем, жалко, конечно, что покупали и выкинули. Семнадцатый год годен до марта 19-го. Я в этом году еще им пользуюсь. И так, получилось очень много. Так, расхламление лекарств. Вот что получилось, что лишнее в нашем холодильнике. Просто периодически в холодильнике слишком много всего. Периодически слишком мало. Вот это все выкидываю. Может кто-то скажет, что крем и в порядке в холодильнике. Но нет, все-таки он для детей используется, для кожи. Не будем экспериментировать. Про торговый вообще надо сразу выкидывать, если он не закончился, не пригодился. Вот расхламление лекарств получилось. Так, из всего этого у меня только коробочка, инструкция, получилась картон. Это все я выкину куда попало. А, тензилгон можно попробовать, как стекло утилизировать. Значит, вот бумагу, картон я кладу сначала сюда, все знают. И с чашкой я сегодня торжественно прощаюсь. Хотя я ее помыла, думала еще попользуюсь. Но нет, вот все-таки вот это меня очень расстраивает, когда я пью. Не хочется. Ну и там примета какая-то, что нельзя избитой посуды. Ну, бог с ней с приметой, просто неприятно. Поэтому пока-пока моя чашечка. Потом вот это все я раскортирую и развезу в разные места. Все, кто молодец? Анечка молодец. Сейчас тензилгон попробую. А, тут помучаться надо. Ну, сейчас помучаюсь. Так, с помощью ножа я вытащила пробочку. И с помощью ножа, вот, улетела что ли уже куда-то? А, нет, не улетела. Я сняла колечко. Вот, я его разрезала и не улетела. Вот эта пластмасса таким образом у нас утилизируется правильно. Идет в твердый пластик благополучно. Тензилгон. Тензилгон. Пока-пока тензилгон. Если на стекле или на пластике есть бумажная этикетка, вы можете ее отрывать, отсоединять, размачивать. Но вы можете это также и не делать. Я консультировалась на пункте приема раздельного мусора. Если нет времени, можно этого не делать. Все равно с помощью струи воды сильной они их отделяют. Но, конечно, лучше отделить. В моем случае сейчас я сделаю халтурму. Вот, ладно, все, с расхламлением все. Сейчас мы это все в пакетик. И поедем мы. Папа решил, что едем вместе. Спасаем мою машинку. Либо мы ее заводим. Либо мы ее расталкиваем как-то. Она в очень неудачном месте. Если усядет аккумулятор, подъехать и зарядить от второй машины, ее не получится. Там просто негде это делать. Поэтому надо будет ее выталкивать задом. Чтобы я сидела за рулем, а муж выталкивал. Но, может, вообще все это не произойдет, не пригодится. Может быть, просто мы ее раз и заведем. Я вот еще в это верю до сих пор. Да, так иногда бывает у машинок. Они хотят внимания. Посмотрим, что будет. Я включу в следующий раз камеру уже на месте. Надеюсь, не забыть. Я готова. Мы еще между делом кучу дел успеем сделать. Да, Витя? Да, спасибо. Только мы тебе... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Папа пошел нашу машину оживлять. Вон капот открытый. А мы тут с Даней такие партизаны. Главное, чтобы Вика нас не увидела. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Идим за Викой. Сейчас видела, сейчас не вижу. Что, зайдем? А вот Даня на грудь погуляет. Вика нас не спалила. Еще и антифриз исчез за пару дней. Короче, машина завелась. Очень смешно. Заглушаю. Заглушаю. Так. Еще раз? Заглушаю. 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 Так ты что-нибудь с ней сделал? Она сама? Заглушаю. 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 Я тоже чувствую, что что-то не так. У нас все ничего не так. Всё. У нас не было. Ладно, будем решать. Мы летим в автосервис на всякий случай, хотя машинка завелась. Не-а-ка-ка-ка-ка-ка там? Да-ка-ка-ка-ка. Мы приехали в наш любимый ремонт. Здесь мы чинимся много-много лет, лет десять в гараже. Оставили мы, в общем, машинку и едем мы на автобусе и автобус стоит 50 рублей. Теперь идем на метро. Это чё, чек? Давай. Молодец. 55 рублей вообще-то. Короче, автобус 50 стоил, а метро 55. У кого как, а у нас события. Мы бываем только, когда ремонт машины в метро. Что боишься? Очень. Высоко? Уважаемые пассажиры. Будьте внимательны. Следите за сохранностью своих вещей и документов. Не оставляйте, если присмотрим. Вот, приду и конечную станцию Багназ. Выход на правом стороне. Какие красивые поезда. Раньше таких не было поездов. Наверное, я не была полгода в метро с марта месяца. Да не громко, дикий ребенок, дикий ребенок боится. Даня у нас боится. В общем, мы с Даней застряли и сидим и смотрим за электричками. А вот та новенькая, видишь, по-другому нарисована новенькая. Отдыхать уехали. Вот там дальше депо вдали. Наша станция крайняя. Никого нету. Я почти описался. Вот радость-то. Побежали скорее. Ура! Мы на Парнасе. Еще полчаса пешком, и мы дома. Или на маршрутке. Похоже. Пошли в торговый центр тогда. Нас занесло в торговый центр, так как мы не можем дотерпеть до дома. Так, тадам. Тададам. Пошли. Смелее. Работа со страхами. Круто? Боишься? Да. Смотри, какие красивые. Только ручками не трогай, смотри, какие красивые. Я поснимаю красоту. Работа со страхами. Тадам. Работа со страхами. Продолжение следует. Работа со страхами. Мы решили идти пешком от метро. Идем мы уже 20 минут. И я хочу сказать, что это мотивация на пешие прогулки, потому что нам очень тяжело идти. И мы очень отвыкли ходить пешком. Прошлой зимой мы гуляли каждый день пешком на даче, а в этом году мы не гуляем пешком на даче. У нас тут, видите ли, садик, сопер. Я, наверное, заканчиваю снимать. Пускай была маленькая уборка и маленькое расхламление. Данечка ноет, что устал. Предлагает отдохнуть в кафе. Кафе тут есть, но мы в него не пойдем. Сейчас я, наверное, приду домой и пообедаем и лягу. А потом, уже через час, надо будет ехать на общественном транспорте за Викой. Это будет отдельное путешествие. И, наверное, сегодня уже снимать больше не буду. Спасибо, что были со мной. Девочки-блогеры знают, когда снимаешь влог с утра до вечера, это, конечно, тяжеловато. И я не ожидала, что будет такой насыщенный день. Всех люблю, всех целую. Пока-пока. Пока-пока.